Так, громко только, а то... Я буду громко говорить, не волнуйтесь, несмотря на то, что я уже старенький человек. Я очень рад, что мне удалось побывать вместе с Борисом Тимовичем в горе, в солидарности. И я видел его в работе. И вот то, что мы здесь столько, нас много людей, собрались, это плоды его труда. И, конечно, в России, где бы они ни находились... ...сов-шоу, делал шоу, чтобы нам было хорошо. Вопрос, а что мы делаем сами? Мы не делаем сами! Спасибо, господи! А кому я не нужен? Я такой же, как и вы! Почему мы занимаемся? Давайте вопросы по твоему другу! Что вы будете делать сейчас? Что вы будете делать сейчас? Давайте продолжим, да? Если есть кто-то еще хочет что-то сказать? Давайте я вам передам микрофон. Но, во-первых, мы здесь видим, кто присутствует, это плоды его труда. Действительно, благодаря ему мы здесь работаем. Но, ради его, я уверен, где бы они ни находились, на какой бы должности они ни находились, они рады были бы и раньше с ним расправиться. Я думаю, что сейчас они обеспокоились с этим. Я хочу спросить, фильм документальный. Занял ли этот фильм какой-то премьер, получил ли он на международных и на фестивали? Если да, то замечательно. Мы только-только выпустили фильм. Сегодня же официальная премьера, но мы его показали вне конкурса на «Ардокфесте». Это самый большой документальный фестиваль в России. Сразу после этого показа есть такая организация, гильдия российских кинопродюсеров и кинокритиков. Довольно сложная организация, разношерстная. Мы туда не номинировались. И они сами после просмотра этого фильма 3 декабря в Москве сами номинировали наш фильм и назвали его лучшим документальным фильмом 2016 года. Абсолютно без нашего участия. Мне кажется, что это довольно важно. То есть разные люди, разные организации, они какого-то какими-то своими инструментами выражают свое отношение. Но прежде всего к Борису, конечно.